Мифы об атмосферном электричестве. Представьте себе мир, где каждая молния несет в себе не только разрушительную силу, но и потенциал для таинственных открытий. Где старинные храмы, по поверьям, служили не просто местами поклонения, а сложными устройствами для украшения стихий. Мир, где реальность переплетается с вымыслом настолько тесно, что становится почти невозможным отличить одно от другого. Именно в таком мире мы живем, когда речь заходит о загадочном феномене атмосферного электричества. В позапрошлом столетии появились фотографии, которые до сих пор будоражат воображение исследователей. На них запечатлены ярко освещенные ночные улицы и трамваи, движущиеся безвидимо в подключении электричества. Эти изображения породили целую волну теорий, гипотез и домыслов, превратив тему атмосферного электричества в настоящую головоломку для человечества. Каждый год появляются новые интерпретации этих снимков, и количество версий растет как снежный ком. Прежде чем углубиться в дебри мифов, необходимо четко обозначить три важнейших принципа. Во-первых, существование атмосферного электричества научно подтверждено и не вызывает сомнений. Во-вторых, любое исследование должно опираться исключительно на факты, а не на личные предпочтения ученых. И, наконец, истину определяют не количество сторонников той или иной теории, а только проверенные данные и логические выводы. История изучения этого явления начинается с конца XVIII века, когда Бенджамин Франклин провел свой знаменитый эксперимент с змеем. Этот опыт доказал электрическую природу молний, но также стал причиной трагедии, Георг Рихман погиб во время подобных исследований. Позже Никола Тесла предложил метод преобразования постоянного высоковольтного напряжения атмосферы в переменные низковольтные. В начале XX века Херман Плоузерн получил несколько патентов на свои разработки в области сбора атмосферного электричества. Однако эти технологии так и не получили широкого распространения из-за своей громоздкости и опасности. Сегодня мы наблюдаем проявления атмосферного электричества постоянно. Это и грозовые разряды, и полярное сияние, и работы беспроводных устройств в связи. Хотя все эти явления относятся к разным типам энергии, их можно условно объединить под общим термином «атмосферное электричество». Если сейчас возможно использование такой энергии, то в прошлом, при более плотной атмосфере, это было еще более вероятно. Однако важно понимать, что никаких «волшебных» технологий не существовало, просто были другие условия. Сбор и применение атмосферного электричества требуют высокоразвитой цивилизации. Возникает закономерный вопрос, зачем примитивному обществу могли понадобиться электрические технологии. Возможно, энергия использовалась прежде всего в промышленных целях. К сожалению, тема атмосферного электричества превратилась в своего рода религию со своими догматами и последователями. Причин этому две. Первое. Люди предпочитают получать готовые ответы вместо того, чтобы думать самостоятельно. Второе. Желание верить в красивые сказки, выдавая желаемое за действительное. Рассмотрим основные заблуждения об атмосферном электричестве. Первое. Мнение, что древние храмы представляли собой генераторы атмосферного электричества. Второе. Вера в то, что знания об использовании атмосферного электричества скрываются от общества. Третье. Представление, что технологии работы с атмосферным электричеством утрачены и не применяются сегодня. Четвертое. Убеждение, что атмосферное электричество является бесплатным. Пятое. Вера в простоту и доступность получения атмосферного электричества. Шестое. Мнение о полной безопасности использования атмосферного электричества. Важно помнить основополагающий физический закон. Напряжение представляет собой разность потенциалов, а для создания этой разницы требуется выполнение работы. Электричество – это замкнутая система с входом и выходом. Существует также закон сохранения энергии. Энергия не может появляться из ниоткуда. При рассмотрении различных теорий об атмосферном электричестве выделяют три основных направления. Устройство типа рупорных антенн, волноводов и магнетронов. Конструкции с крестами и шпилями. Звуковые резонаторы. Это совершенно различные явления, смешение которых приводит к ошибочным выводам. Например, распространенная версия о том, что древние храмы служили генераторами атмосферного электричества, не выдерживает критики. Зачем нужно промежуточное звено, если каждое здание могло бы напрямую получать энергию из атмосферы? Термин «генератор атмосферного электричества» сам по себе некорректен, поскольку атмосфера уже является естественным генератором. Кроме того, многие храмы располагались не на вершинах холмов, а на склонах, где их высота была значительно меньше окружающего рельефа. Звуковые резонаторы вообще не имеют отношения к электричеству. Современные технологии показывают, что беспроводная передача энергии возможна и широко применяется от солнечной радиации до мобильной связи и микроволновых печей. Однако это не электричество как таковое, а передача энергии модулированным сигналом. Атмосферное электричество образуется в результате трения облаков между собой или оземную поверхность. Это обычное статическое электричество, примером которого служит молния. Однако его свойства крайне нестабильны. Полярность может меняться в течение времени, а напряженность электрического поля зимой значительно ниже, чем летом. Часто можно услышать утверждения о том, что металлические элементы в стенах старинных зданий служили проводниками атмосферного электричества для отопления. Однако эти элементы сделаны из обычного кованого железа, а не из специальных сплавов с высоким удельным сопротивлением. Измерения не показывают наличие электрического напряжения между этими элементами. Архитектурные особенности храмов объясняются чисто практическими соображениями. Арочная конструкция позволяет создать прочное перекрытие с минимальными затратами материалов и трудозатрат. Круглая форма здания лучше всего подходит для устройства купола, чем плоская крыша. Ниф о существовании древних книг и схем по использованию атмосферного электричества также не имеет под собой оснований. Большинство таких «источников» написаны на языках, которых не существовало в ту эпоху. На самом деле, реальная альтернативная энергетика прошлого могла быть связана с использованием солнечной энергии для получения водорода и кислорода из воды. При сгорании полученной газовой смеси снова образуется вода, создавая замкнутый цикл. Такая система действительно могла быть эффективной при более плотной атмосфере прошлого. Важно понимать, что любая энергия требует затрат на получение, будь то финансовые вложения, расходования ресурсов или временные затраты. Современные солнечные панели и ветрогенераторы не являются полностью бесплатными, но они обеспечивают независимость от централизованных сетей. Отдельного внимания заслуживает вопрос о целесообразности выдачи патентов на устройство, работа которых не была подтверждена практически. Простой регистрации идеи без проверки ее реализуемости можно ввести в заблуждение многих людей. Если рассматривать реальное использование молний как источника энергии, то наиболее практичным представляется вариант с паровым котлом. При попадании молнии в заземленный котел с водой, она мгновенно превращается в пар под высоким давлением. Этот пар может приводить в движение паровые двигатели или генераторы электроэнергии. Интересно отметить, что популярность паровых двигателей в XIX веке могла быть связана именно с этим методом получения энергии. В условиях более активной дрозовой деятельности прошлого, такой способ мог быть достаточно эффективным. Особого внимания заслуживают современные исследования в области атмосферного электричества. Ученые продолжают изучать способы эффективного использования энергии молний, разрабатывая новые технологии накопления и преобразования электрических разрядов. Однако эти исследования сталкиваются с серьезными техническими вызовами. Важно отметить, что многие современные устройства, ошибочно причисляемые к сбору атмосферного электричества, на самом деле работают по принципу беспроводной передачи энергии. Например, системы индукционной зарядки или радиопередатчики не имеют прямого отношения к атмосферному электричеству, хотя некоторые исследователи продолжают путать эти понятия. При рассмотрении исторических сооружений важно учитывать реальные физические ограничения материалов и технологий прошлого. Металлические элементы в старинных зданиях просто не способны выдержать огромные токи молнии без специальной изоляции, которой не существовало в те времена. Это еще раз подтверждает, что древние строители не могли использовать атмосферное электричество в том виде, как это описывают некоторые исследователи. Важно понимать, что любые научные открытия требуют тщательной проверки и подтверждения. Слишком много мифов возникло вокруг темы атмосферного электричества из-за недостаточной критичности мышления и желания найти простые решения сложных проблем. Кроме того, важно отметить, что использование молний для получения пара могло быть не единственным способом применения атмосферного электричества в прошлом. Вероятно, существовали и другие методы преобразования энергии грозовых разрядов, которые мы пока не можем полностью понять или воспроизвести. Например, некоторые исследователи предполагают, что древние строители могли использовать особые материалы с высокой диэлектрической проницаемостью для накопления и постепенного высвобождения энергии молний. Особый интерес представляет вопрос о том, как именно древние инженеры могли защищать свои устройства от разрушительного воздействия столь мощных электрических разрядов. Современные системы защиты от перенапряжения основаны на сложных полупроводниковых элементах и специальных сплавах, которые появились относительно недавно. Возможно, наши предшественники обнаружили природные материалы, обладающие уникальными свойствами, позволяющими эффективно рассеивать огромную энергию молний. Следует также упомянуть о вероятной роли географического положения древних поселений в контексте использования атмосферного электричества. Расположение некоторых древних сооружений в местах с повышенной дрозовой активностью может свидетельствовать о целенаправленном выборе таких локаций для более эффективного сбора энергии. Это особенно актуально для горных районов и местностей с высокой влажностью, где дрозы происходят значительно чаще. Практическое применение атмосферного электричества в прошлом могло быть гораздо шире, чем просто получение пара. Например, известно, что электрические разряды могут влиять на химические процессы, ускорее или замедлее их. Возможно, древние алхимики использовали это свойство для создания различных веществ или материалов, которые сейчас кажутся нам загадочными. Важно понимать, что любые предположения о практическом использовании атмосферного электричества в прошлом должны базироваться на физических законах и технических возможностях той эпохи. Слишком часто современные исследователи проектируют на древние цивилизации технологии и методы, которые просто не могли существовать в те времена. Именно поэтому критический подход и научная проверка гипотез остаются ключевыми принципами в изучении этой темы. Рассматривая различные теории об атмосферном электричестве, надо обратить внимание на то, как менялось само представление человечества об этом явлении. От простейших наблюдений за молниями до сложных экспериментов и измерений, каждый этап развития наших знаний добавлял новые детали к общему пониманию. Однако многие вопросы остаются открытыми, и каждое новое поколение ученых находит новые аспекты для исследования. Особенно интересным представляется изучение взаимосвязи между атмосферным электричеством и другими природными явлениями. Например, влияние электрических полей на рост растений, поведение животных или даже на здоровье человека. Некоторые исследователи предполагают, что древние могли использовать эти возможности для практических целей, хотя доказательства этого пока носят скорее косвенный характер. В заключение хочу отметить, что тема атмосферного электричества продолжает оставаться одной из самых загадочных и притягательных в истории науки. Каждый новый факт, каждое новое открытие способны перевернуть наше представление о прошлом и настоящем. Я призываю вас, дорогие зрители, не останавливаться на достигнутом, продолжать исследовать эту удивительную тему, задавать вопросы и искать ответы. Ведь только через постоянное стремление к знаниям мы сможем приблизиться к истине, возможно, открыть новые горизонты в понимании нашего мира. Поделитесь этим видео с друзьями, проведите собственное исследование, ведь именно так рождаются великие открытия. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.